Всем приветики! Вот он Хонар-20. И как вы поняли, вернуть у меня его не получилось. Тогда я говорил во время распаковки, что позвоню, попробую узнать, можно ли его вернуть. Но, как оказалось, вернуть его нельзя. Они сказали, вы можете вернуть, только если к нам приедете. А мне до них ехать 4 часа туда, на маршрутке, 4 часа обратно. Это если на маршрутке, а если на автобусе или еще чем-то, то это еще дольше. Естественно, я к ним не поехал, потому что это далеко. Меня они доставкой привезли. А мне, получается, к ним надо ехать. Они сказали, только тогда примем. Ну, короче, мне нужно далеко ехать. Вот, поэтому я отказался. Отказался так далеко ехать. И в итоге он остался у меня. Что печально, я не смог вернуть за него деньги. Вот, и мне этот телефон не понравился. Honor. Я думал, что он крутой. Флагман, типа, вроде как считается Honor 20. Но, оказалось, что он не очень. Что в нем круто, так это, конечно, IPS-экран. Сейчас уже мало делают телефонов с IPS-экранами. Все почему-то ставят AMOLED, хотя IPS меньше напрягает глаза. Камера, вроде как, по заявленным характеристикам лучше, чем у меня в Xiaomi Redmi Note 5. Ну, в принципе, на этом все и заканчивается. Все остальное у него похуже. Получается, что у него все максимально простенько. То есть, если вот мы зайдем, например, вот, допустим, возьмем канкулятор. Вот мы зайдем, допустим. Так, где здесь калькулятор? Вот он, калькулятор. Здесь все максимально просто. Вот он, калькулятор. И здесь есть всего две функции. История и инженерный, как канкулятор. А у меня в Xiaomi то же самое. Вот эти тоже две функции есть. А помимо них еще куча других. Можно его сделать маленьким окошком, которое можно свернуть. И то есть, ты можешь лазить там по телефону. И в любой момент развернуть такое маленькое окошко и посчитать. То есть, ты можешь сидеть в браузере, открыть это окошко и в нем посчитать. Есть там конвертер валют. Там какие-то измерения величин. Ой, короче, много всего. А здесь практически ничего нет. Также вот, допустим, диктофон. Здесь просто одна кнопка «Записать». В Xiaomi же можно выбрать формат, выбрать качество, выбрать настройку, что после записи тебе будет предлагать задать имя. Здесь ничего этого нет. Одна кнопка просто. Ни формат, ни качество ты не выберешь. То есть, здесь все максимально просто. Никаких особо настроек нет. Ничего нет. Все. Вот чисто вот, я не знаю. Если ваша бабушка не понимает ничего в телефонах, подарить ей хунр, здесь и разбираться-то не в чем. Здесь все максимально просто. Если вот блокировка экрана, значит, это блокировка экрана. Если фонарик... Ну, чисто все делать одной кнопкой. Чисто вот у диктофона вот только одна кнопка «Записать». Никаких настроек, ничего. Просто. Ну, вот все максимально просто. И мне это не нравится. Я его еще брал. Ну, естественно, из-за характеристик, которые там расписаны, что там, типа, ну, получше, чем у меня на этом. Там и процессоры, и все такое, и камера. Но в итоге, даже зайдя в ту же камеру, у нас из настроек... Из настроек. Вот это, что касается фото. Все. Все настройки фото. У меня в всем есть в настройках фото качество, там, высокая, низкая, насыщенность, там, что-то такое, резкость, контрастность, что-то такое. Здесь же вот. Это все, что есть. Все настройки. Это, что касается видео. Все настройки видео. И все. То есть здесь максимально... И самое интересное, что... Что меня очень напрягает в этом телефоне. Почему мне он не понравился. Это в видео по умолчанию включена стабилизация, и отключить ее нельзя. И оно постоянно пытается стабилизировать. И ты вот, когда двигаешь телефоном, оно постоянно пытается стабилизировать. И все как такое замедленно происходит. То есть ты... Если у меня в Xiaomi... Вот в этом. Если я двигаю резко телефон вверх, значит, картинка резко вверх. А если она как-то ползет так вот... И даже когда ты просто не двигаешь, а вот держишь, а в кадре что-то двигается, оно пытается это стабилизировать. Вот. И в итоге получается, что картинка, которая просто должна быть нормальной в кадре, она бывает... Я не знаю. Ну, именно здесь на экране какая-то дерганая, потому что оно пытается стабилизировать. То, что в кадре двигается, ты вот пальцами шевелись, допустим, или что-то там двигается, оно пытается это стабилизировать зачем-то. И это нельзя отключить. Это бред, конечно. Мне это очень не нравится. Здесь все по-простому. Вот они придумали функцию стабилизации, но не придумали... Но у них в голове не возникло мысли у разработчиков этого телефона, что эту функцию кому-то захочется отключить. То, что она не всегда нужна. Да уж. И поэтому мне этот телефон не понравился. Здесь минимум настроек. Я думал, в Xiaomi как-то не очень... Ну, вот сейчас я снимаю, на Xiaomi Redmi Note 5. Но в Xiaomi настроек побольше, чем в Honor, намного побольше. Вот. Ну и... Ну и камера, да. То, что у нее нельзя стабилизацию... Нельзя стабилизацию отключить. Вот это, конечно, бред. Ну, а так, что... По играм игры тянет. Фотки хорошо делать лучше, чем мой. Потому что здесь и камера получше, чем у меня. Вот. Но там фотки, получается, он хорошо делает, когда... Вот включен режим... Искусственного интеллекта. Ай. Ты делаешь фотку, и оно еще просит подождать. То есть ты сфоткал, и оно пишет... Подождите, там пару секунд, а искусственный интеллект типа улучшает фотку. И ты вот сфоткал, еще пару секунд держишь, ну и оно там типа улучшено. Ну и они реально смотрятся как-то получше, чем на этом. Потому что там все-таки камера получше, и какой-то AI работает. Вот. Да, фотки здесь получше, но видео вообще ни о чем. Ну, а так, что... Здесь прикольно есть функция отпечаток вот прямо в кнопке. То есть сканер отпечатка нажимаешь, и оно... Ну, если задан, то разблокируется. Еще прикольно, что при каждом разблокировке ставится рандомная картинка. То есть ты, когда разблокируешь телефон, не знаешь, что у тебя будет на экране. То, что каждый раз случайная картинка. Ну, из тех, которые там есть картинки в телефоне, оно выбирает случайно. В конце концов, они когда-то начнут повторяться. Но именно какая будет сейчас, ты не знаешь. Потому что... Потому что потому. Потому что там они рандомно включаются. Здесь еще такая штучка есть, что с одной стороны это уведомление, а с другой стороны открываешь. Это у нас уже идут... Это у нас уже идут настройки. Вот они. Шторка вот эта. Обычно сверху тянешь, и там и уведомления, и настройки, а здесь нет. Левая сторона это уведомление, правая это настройки. Вот. Ну, а так все, как в обычном андроиде. Не знаю, как там у... Потому что получается Honor это от создателей Huawei. Но у Huawei есть же отдельный телефон на Huawei, а есть вот именно линейка Honor. Не знаю, как там у Huawei никогда не пользовался, но вот именно Honor, я так понимаю, все остальные Honor и такие же, мне вообще не понравился. Я больше не буду брать Honor, потому что... Ну, это бред. Здесь ни настроек, ничего. Все как-то максимально не продумано. Вот как можно было сделать функцию стабилизации, но не сделать возможность ее отключения. Это же, ну, просто... Чем они думали, я не знаю. Ну, а так все остальное, как в обычном... Как в обычном андроиде. Настройки так же. Все. Вот это вот можно включить и выключить. Вот. Там еще, вроде говорят, в Huawei нету поддержки Google сервисов, но вот именно в Honor есть... Вот здесь вот есть как и Google Play вские приложения, вот они. И Play Market, вот он. Так и свои Honor вские приложения, вот с AppGallery ставятся как раз-таки Honor вские приложения. Вот. Ну, а так все остальное. Получается, вот это в телефоне были все приложения, вот это Google-овские приложения, все остальное это уже телефоновские приложения от Huawei. Ну, то есть, вот это вот все, это Huawei. Ну, а вот это я поставил, это про погоды. Ну, и все. То есть, особо здесь и нечего. Ну, разве что еще могу показать, как... Ну, сравнить, показать, какие фотки отсюда получаются и какие отсюда и видео тоже отсюда и отсюда, чтобы можно было сравнить фото отсюда и отсюда и видео отсюда отсюда и посмотреть. А еще здесь, кстати, в микрофоне именно камеры. Звук плохой. Он стерео, когда пишешь видео, он стерео пишет слева и справа звук. Ну, здесь два микрофона, вот он раз и где-то тут вот он два. Но при этом звук тихий очень. Ну, то есть, я вот говорю, я слушал, потом меня как-то тихо слышно. Поэтому какой-то там еще микрофонное видео тихий. Ну, в принципе, могу показать для сравнения. Так особо здесь больше показать нечего. Видео снимается на Xiaomi Redmi Note 5. Вот он, Xiaomi работает. Такое вот движение. Такое вот движение. Видео снимается на Honor 20. Такое вот оно движение. Но стабилизация, к сожалению, здесь не отключается, а по умолчанию оно включено. И это анти... Анти-круто, это не круто. просто съемка без движения на Xiaomi. просто съемка без движения на Honor. съемка с легкими движениями. Съемка с легкими движениями на Xiaomi. Тут-то в Xiaomi и в кадр побольше залазит. Видно, что если его и справа больше в кадре влазит. Ну и картинка не дергается, как там прям аж все дребезжит. в этом телефоне зарядка красиво идет. Сейчас вот вставим. Во, красиво. От зарядки такая энергия бежит в телефон. Красиво смотрится. Ну а сейчас можно глянуть, как в этом телефоне идет зарядка. Тоже, тоже интересненько, но не так, как в Honor. В Honor поприятнее, покрасивее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну вот, собственно, такие вот фото и видео получаются с этого телефона. Как вы могли обратить внимание, на нём угол обзора поменьше, если на этом телефоне он, ну, больше, то на этом поменьше. Видно, что когда с этого телефона идёт фото или видео, то захватывается в кадр меньше, чем отсюда, здесь побольше. Вот, ну плюс стабилизация. Если на этом телефоне, когда двигаешь таким вот образом телефон немножко, то вся картинка вверх-вниз ездит. А на этом телефоне она стоит, но зато, ну, она не двигается, но зато на ней всё-всё пляшет, что не очень, и это не отключается. Ну, в этом телефоне хорошо то, что в затемнённых местах лучше всё видно, на этом хуже, плюс на этом больше шумов всяких, а на этом меньше. Ну, а здесь картинка какая-то пересвечена, а здесь, ну, нет такого. Так что мне этот телефон не нравится, я его уже подарил маме. Собственно, она им пользуется, я у неё его взял, чтобы сделать обзор. Вот. Ну, а себе буду искать что-то другое, но пока не знаю, что. Вот. Ну, а на этом всё. Всем пока-два. Субтитры подогнал «Симон»!